всем привет с вами канал арт магия и сегодня у нас видео обзор на пирожные тимми сливочные понти такой кстати большая довольно упаковка здесь 10 бисквитных пирожных так давайте прочитаем все что здесь написано если вам интересно вы можете нажать стоп и прочитать также у нас здесь 300 грамм целых очень такой шершащий и теперь давайте с вами прочитаем состав это у нас я думаю наверное самое самое интересное также кстати здесь 400 килокалорий даже 400 и давайте его откроем и посмотрим что же у нас там внутри такое кстати очень удобно что здесь есть такой коробочке можно раскрыть положить куда-нибудь в шкаф допустим и ребенку давать иногда то есть у вас они не будут не в каком-то мешке или разбросанные там по полке а будут лежать в одном месте это очень очень удобно такая хорошая очень коробочка так у нас здесь сверху пять штук и пять штук внизу такая аккуратненькая маленькая упаковочка написано 30 грамм дата изготовления состав такую можно положить в сумочку и носить например если вы срочно захотели кушать и не успеваете по каким то своим причинам я думаю можно съесть и на какое то время насытиться так давайте ее проверим что же у нас там внутри так наша тарелочка она конечно не вылазит здесь кстати у нее нету какой то какой то картон очки на которой она могла бы допустим выдвинуться и вы могли спокойно покушать если у вас нет тарелки здесь нет такого здесь она просто голышом лежит в упаковочке так смотрим ее вид похоже ли она здесь на рисунок в принципе как раз это то ради чего я и делаю эти обзоры здесь видно что там очень много таких вот вол даже друг за дружкой они идут где то 4 ряда здесь конечно все совершенно другое как в принципе и всегда очень мало производителей которые делают товар точно такой же как на упаковке здесь мы видим один и тут даже кстати есть кунжут сверху лежит очень даже красиво кстати смотрится там конечно картинки его нету там на картинке видно что там что то белое как будто там белый шоколад и сверху палит черным шоколадом есть другой немножко очень мало кстати да да очень мало самого сливочного кто там начинки самой сливочной вообще прям очень 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 мало здесь нарисовано прям много кажется что сейчас вы его откусите да и со всех сторон полезет начинка ее там будете вылавливать это будет очень вкусно там обалденно но на самом деле тут конечно очень мало нет она кстати очень нежная и не открывается мы ее попробуем отрезать а ну тут вот видно побольше ну что ж она никак не открывается все равно мало все равно мало конечно нарисован гораздо больше гораздо вкуснее но тут все равно ее маловато он такой беленький ароматный пахнет пахнет ну да наверное какой то сливочный аромат с чем то с чем то еще даже не знаю не могу сказать с чем то еще с каким то конфетами как будто сладкими карамельными или вот что то вот такое вот наверное что то подобное ну давайте его попробуем какой же он у нас на вкус мягкое нежное но очень сухое очень сухое просто невозможно вот этот маленький кусочек начинаешь жевать и понимаешь что хочешь пить и пить хочешь очень много то есть не один два гладка а как минимум пол стакана оно очень сухое не знаю невозможно когда жуешь попадается как будто то ли маленький изюм то ли какой то орех ну не знаю может быть это кунжут скорее всего попался потому что в принципе там не видно изюма или чего то такого сливочный крем честно говоря я его даже почти не почувствовала его настолько там мало что его не чувствуется не знаю это такие пироженки это наверное знаете вот если надо допустим компанию друзей чтоб хотите чтоб ваш ребенок угостил просто друзей то можно вот купить их как раз десять штук взял и угостил там десять человек как бы и все но таскать в сумочке я бы наверное не стала потому что вам понадобится в любом случае вода если от такого маленького кусочка вы пиваете пол стакана воды то представьте если вы целый съедите сколько вы там выпьете но он реально сухой очень как то он мягкий да нежный как бы не сухарь но суховатый пить хочется в меру сладенький да там аромат сливочный там какой то там есть вроде бы как он но именно вот какой то вот этой начинке ее не чувствуется кажется что как будто нежный хлеб кунжут как бы аромат там какой то сливочный немножко присутствует как бы вот и все ну что то вот такое вот честно как бы вот предыдущий обзор я делала сейчас вот этот вот он он хотя по крайней мере он не сухой он нормальный то есть после него не хочется там выпить пол стакана воды он нормальный реально можно поносить в сумочке и все супер вот этот ну это я не знаю чисто вот просто для ребенка угостить друзей и все ну подарить кому-нибудь там допустим как бывает в школе вот или вот на работе там ты угостишь человека человек потом тебе приносит ты опять его чем-то как ну чувствуешь что должна должна что-то дать опять ему что-то даешь он опять приносит и вот это вот просто до бесконечности ну да можно в принципе такое вот купить не помню честно сколько она там стоила или 77 или 55 скорее всего может быть то есть можно это вот каждый раз просто вот эти вот приносить приносить и приносить вот знаете да наверное от пирожек вот лишь бы вот отстали ну да на ради бога забери, но лишь бы отстань от меня. Вот это вот, наверное, вот это как раз пироженка. Ну, не знаю, это чисто моё мнение. Своё мнение обязательно, если вы пробовали, напишите в комментариях, в ютюбе. Мне будет приятно. Не знаю, может быть, это я так почувствую, может быть, вы по-другому, может, вам попалась более свежая пироженка, или не знаю даже. Ну, в принципе, их много, кстати. Ну, можно и ребёнку, наверное, давать на полонники какие-нибудь в школу или на прогулку. Но обязательно давать ребёнку воды. Ну, тут, в принципе, даже видно, что здесь очень-очень мало. Здесь по бокам вообще не видно. Ну, тут чуть-чуть видно сливочное, но его мало. Его реально очень мало. По вкусу, ну, не очень хочется есть ещё. Как-то так к нему относишься. Есть, есть, нету, нету. Честно говоря, я бы не стала покупать, не буду, скорее всего, покупать ещё. Ну, так. Как бы не особо понравился мне. На сегодня это всё. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живём, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку три года. Также смотрите обзоры на другие продукты из фикс-прайса, светофора, победы, обычных магазинов, разные шоколадки, альпингольд, там и всё такое. Также на товары и игрушки из фикс-прайса. Также у меня есть плейлист видеообзоров техники, видеокамеры, батарейки аккумуляторные, блютуз-наушники. Обязательно посмотрите. Очень много там обзоров, очень интересных. И также на моём канале есть живопись, разные фоны, где вы можете их включить на телевизоре и под приятную музыку отдыхать. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии, свои отзывы оставляйте. И всем пока-пока!